Давайте обсудим итоги работы парламента на этой неделе и вообще в политическом сезоне с нашими гостями. Алексей Гончаренко, заместитель главы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Приветствую вас. Добрый вечер. Алена Шкрум к нам присоединяется тоже. Это представитель Батькивщины, одна из самых ярких критиков правящей коалиции. Добрый вечер. И Александр Мартынин, один из самых опытных украинских информационщиков, аналитик, генеральный директор агентства Интерфакс Украина. Приветствую вас, Алексей. Алена, теперь хочу пообщаться с вами. Юрий Лысенко говорит, что он все равно придет и вернется с этими представлениями о снятии депутатской неприкосновенности, о разрешении на арест, об уголовном преследовании. А вы верите в то, что осенью что повторится? Вот это представление, которое было на этой неделе, или все-таки Рада может переголосовать? Ну, по-перше, я хочу ответить на то, что только что прозвучало, Юлия Володимировна Тимошенко не было весь тиждень в Раде. Вона не лекарня, но вона лекуется. Тоди, как Ляшко был, не проголосовал за арест Добкина. Тоди, как пан Борезенко был, не остальная людина у фракции не проголосовал за арест Добкина. Тоди, как и другие БПП-шники не проголосовали за арест Добкина. Но сейчас я хочу немного от этого выйти. Насправді, что стало на этом неделе, это было пытание, с моей точки зрения, адміністрации президента, добить кинцевую Верховную Раду и парламент как институцию. И добить омбудсмена как институцию. И спробу добить тоже Конституционный суд. Поэтому мне тут настолько важно, что там врятовали Лозового, врятовали Дейдея. Я голосовала за абсолютно все подания. Я очень надеюсь, что Игорь Витальевич повернется с этими поданиями с большей количеством доказательств. И он будет больше профессионально это делать. Алью, расширю вопрос, если можно коротко. Ваш прогноз. Вообще депутаты когда-нибудь исполняют свои обещания, которые дают на каждом выборах. Депутатская неприкосновенность когда-нибудь перестанет существовать? Я уверена на 100% что депутатская неприкосновенность будет обмежена. Можливо не этим парламентом, но она будет очень существенно обмежена. Потому что этим парламентом после этой недели сомневаюсь, наверное, и я. Это больше не питание, это больше питание часу. Это больше вопросов на оценочное суждение. Вот, на жаль, эта Верховная Рада добивает парламентаризм. И чтобы его восстановить, мы можем только обмежить свою неприкосновенность. И змусить администрацию президента трошки нас поважать. Вы верите в то, что хотя бы один приговор мы услышим? Тот же Розенблат, давайте возьмем, ведет себя абсолютно уверенно. Поляков даже сегодня не явился к антикоррупционерам. Отмазался справочкой из больницы. Насправді, я не вважаю, что Розенблат себя поводит абсолютно впевненно. Я думаю, что впервые мы увидели, когда шесть депутатов пытались сняти доторканность, мы увидели, что под впливом улицы, под впливом тиска, под впливом журналистов, громадянского общества, депутаты плохо, кто-то не хочет, но голосуют все-таки. Не дали они голосов за арешт и за затримание конкретных депутатов, но Розенблату и Полякову. Но увидела вся страна, что происходит в Куларах, как Розенблат и Поляков проводят переговоры. Это абсолютно гневное явление. Поэтому я верю, что людям насправді треба не только социальная допомога и не только субсидии, им треба побачить хотя бы несколько справ, довести до суду. Это вот эта моральная история, которую нужно почувствовать после Революции Гидности. Вы абсолютно правы, Алена.